Итак, свершилось. Ну или почти свершилось. Тут уже зависит от толщины вашего кошелька. Если вы раскошелились на Gold или Ultimate версию The Division 2, то уже наслаждаетесь прелестями стагнирующего Вашингтона. А если нет, то, возможно, перед тем, как с головой уйти в сиквел, вам будет интересно ознакомиться с нашими впечатлениями о релизной версии продукта. Наобещали нам немало, можно даже сказать ого-го, сколько нам наобещали. А как обстоят дела с реализацией? Хороший вопрос. Давайте разбираться. Меня зовут Майдлер, это портал Гохару и мы начинаем. Если падет Вашингтон, падет и вся Америка. Утверждение спорное или как минимум обсуждаемое. Тем не менее, именно под таким соусом нам подают сюжет The Division 2. Как несложно догадаться, на этот раз агентам спецотряда, то бишь нам с вами, придется заниматься узаконенным насилием на территории Вашингтона. Видимо, в Нью-Йорке 7 месяцев назад мы достигли просто невероятных успехов и нам решили доверить святая святых. Сражаться придется с несколькими группировками. Истинные сыны, гиены, изгои и черный бивень. Истинные сыны это военные отступники, хорошо подготовленные, хорошо вооруженные и правильно мотивируемые своим лидером, который, к слову, сам когда-то был сотрудником ОТГ, объединенной тактической группой, известной по первой части. Гиены, в принципе, обычные мародеры, которые пытаются запугать и подчинить себе жителей города. Все, что не могут утащить, уничтожают, дабы не осталось противнику. Руководит, вернее, пытается. Этим сбродом советы набраны и из самых отъявленных криминальных авторитетов. Изгои. Люди, пережившие карантин и движимые жаждой мести к тем, кто их в этот самый карантин поместил. Ну а заодно и ко всем остальным, чтобы по мелочи не размениваться. Тем более их лидер считает, что ответственность лежит персонально на каждом жителе города. Ну, в общем, диалога с изгоями не получится. Они всецело за дальнейшее распространение эпидемии и скорейший всеобщий абзац. И черный бивень. Засекреченная частная военная компания, о которой больше ничего не известно, кроме того, что она частная и засекреченная. Ну, еще и вооруженная до зубов по последнему слову техники. Даже круче, чем любой агент спецотряда на каплевеле. Собственно, именно там мы с ними и столкнемся, поэтому подробнее по поводу черных бивней чуть позже. Значит, для того, чтобы мы могли успешно конфликтовать со всеми вышеперечисленными группировками, нам необходим полноценный игровой мир. И в The Division 2 он у нас есть, причем, если верить разработчикам, на 20% больше, чем был в первой части. Шесть зон без учета оперативного штаба Белого дома. Ну и три темных зоны. Набегав на данном этапе приличное количество часов, могу заявить активности на карте столько, что глаза разбегаются. Можно даже ничего не выполнять, просто бегать. И все равно на что-нибудь наткнешься. Дело в том, что мир в The Division 2 живет своей жизнью. То есть вы можете не заходить в игру какое-то время и по возвращению увидеть, что расстановка сил на карте изменилась. Например, вы точно помните, что захватили все контрольные точки в районе Белого дома. Заходите, а оказывается, пока вы отсутствовали, какая-то группировка их отвоевала обратно. И местные будут совсем не против, если вы поучаствуете в освобождении. В отличие от первой части серии, местные жители не унылые статисты на вторых ролях, а полноценные участники процесса выживания. Да они и сами вполне могут навалять, особенно объединившись в группу. Кстати, такие штурмовые группы впоследствии будут закреплены за вами, как раз для того, чтобы заниматься освобождением точек интереса. Прибежали, выпустили сигнальную ракету, мол, шуруйте сюда быстрее, и все, отбивайтесь от врагов, пока союзники не подоспеют. Кроме того, за контрольные точки воевать банально выгодно, ведь это не больше не меньше пункты хранения ресурсов, а ресурсы в The Division 2 вещь весьма полезная. По всей карте бродят враждебные и дружественные караваны в поисках еды, воды и прочих ништяков, конечным пунктом которых как раз и будет какая-нибудь контрольная точка. Куруваны, понятное дело, можно грабить, вражеские имеется в виду. Дружественным всецело приветствуется помогать. Отбили одну такую точку, получили доступ к складу, а там, кроме ресурсов, и новой амуницией завестись можно. Если повезет и рандом будет на вашей стороне, разживетесь одной-двумя годными вещами. Но чаще всего, конечно, падает какой-то шлаг, который только на разборы годится. Тем не менее, все равно приятно, тем более, что на контрольные точки можно раз за разом возвращаться. Далее поселение. У меня открытый театр, замок и кампус. В каждом таком поселении есть свой лидер, который выдаст вам несколько миссий, завязанных на сюжет и не только. Можно будет просто набрать дополнительных заданий, а также поучаствовать в развитии поселения, выполнив проекты и получив за это опыт, чертежи, модификации, материалы для создания предметов и доступ к ликвидациям. Не стоит забывать также, что операционную базу тоже надо развивать. А для этого в The Division 2 придется нанимать специалистов в количестве 8 штук. Так вот, нанимаются они, где бы вы думали, правильно, в поселениях. Так что, хотите бы того или нет, а налаживать отношения и прокачивать все это дело придется. Я там упомянул про ликвидации. Это такой проапгрейдженный вариант системы особо важных целей, которые мы помним по первой части. Что же поменялось? Ну, теперь только часть целей определяются разработчиками игры. Остальные, скажем так, процедурно генерируемые. Главари сами выбирают место для боя, учитывая особенности своего отряда, и экипированные эти отряды будут куда лучше, чем мы помним. Но до ликвидации еще дойти надо. В игре просто овер дофига контента. Это побочные операции, неизвестные мероприятия, публичные казни, трансляции пропаганды, контейнеры со спецтехнологиями, просто аэрдропы. Это, по сути, только начало игры. Что же будет после 30-го левела? Ведь именно хай-эндом юбики собирались в основном удивлять. Ну, пока недостаточно наиграно, чтобы что-то с уверенностью утверждать, но помимо специализации, о которых мы уже говорили в прошлых видео, после капы в игре появится новая группировка. ЧВК. Черный бивень. Казалось бы, да и черт с ней, что мы мобов не раскидаем. Так-то оно так, только бивни обещают быть максимально жесткими и привнесут в лейт такие операции, как конвой боевых псов, блокада поселения и воздушная разведка. Определенно что-то новенькое. Во всяком случае, в первой части я аналогов не припомню. Более того, черные бивни объявляют войну всем группировкам, что приведет к... ну, еще большему веселью, как по мне. То есть, за те же контрольные точки и поселение придется постоянно воевать, причем, судя по всему, не получится, знаете ли, пришел, увидел, победил. Надо будет заморочиться. Но и награда. Награда обещает быть более ценной. А что за награда в лутер-шутере? Вопрос риторический, можно не отвечать. По поводу навыков. Да, добавили дрон и химустановку, улей и светлячок. Но я, конечно, не знаю, как у вас там, а я по-прежнему бегаю с кластерными минами и турелькой, огненной или просто штурмовой. Хотя нет, вру, иногда еще дрона ремонтного использую. Из игры в пати могу сказать, что определенный интерес представляют улей-реаниматор и химустановка-окислитель. В остальном же, мне кажется, львиная доля навыков будет банально невостребованной. То есть при определенном стечении обстоятельств их можно будет использовать, но на постоянной основе вряд ли. Кроме того, у некоторых навыков, в частности у химустановки-поджигатель, есть явная проблема с реализацией. Мало того, что там анимация не самая быстрая, так еще и для поджога надо переключиться на другое оружие. На всякий случай, я понимаю, что в группе это будет играться так, как надо, но мне, извините, хотелось бы и в соло использовать навыки по максимуму. А так, получается, вряд ли на вас будут просто смотреть, пока вы со всем этим возюкаетесь. Это, кстати, одна большая претензия к The Division 2. Анимации. Некоторые из них тупо медленные, из-за чего лучше продолжить поливать противника свинцом, чем воспользоваться, к примеру, навыком или ту же гранату бросить. Кстати, раз уж заговорили по поводу стрельбы, лично по моим ощущениям, механику стрельбы, если не переработали полностью, то основательно доработали. Потому что стреляется во второй части совершенно не так, как в первой. Я бы сказал сложнее, но точно так же верным будет слово реалистичнее. Вкупы с оружейными улучшениями, которые с одной стороны добавляют плюс к чему-нибудь, а с другой минусуют что-то другое, играть стало в разы интересней. Резюмируем. В общем и целом, уверен, все поклонники серии The Division получили отличный подарок с заделом на будущее. И в первый год нас ждут три дополнения. Окрестности Вашингтона и экспедиции, где дадут повоевать с изгоями и черными бивнями в пригородах Вашингтона. Пентагон, последний бастион, в котором, естественно, отправят в Пентагон. И с третьим пока все мутно, но по идее будет что-то с заделом на будущее. Можно даже абонемент первого года. Да, это такой аналог Сизен Пасса не покупать, потому что дополнения будут бесплатными. Но если вдруг решите поддержать разработчиков, взамен получите доступ к сюжетным материалам за 7 дней до их выхода, доступ к 6 специализациям первого года, доступ к 8 секретным назначениям, дополнительные ликвидации проекта, а также эксклюзивную внешку. В общем, ничего такого, без чего бы вы не смогли комфортно себя чувствовать в игре. Да и вообще, монетизация The Division 2 носит исключительно рекомендательный характер. По желанию, можно приобрести что-нибудь из одежды во внутриигровом магазине за премиальные кредиты. Никакого игрового преимущества такая покупка, понятное дело, нести не будет. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу второй части The Division. Не забудьте подписаться на нас везде, где только можно, проставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. С вами был Маддлер, это портал Гохару. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok